Приближающийся юбилей города накладывают отпечаток на все проводимые сейчас мероприятия. Но вообще-то поздравление своих соратников с их личным юбилеем – это давно уже сложившаяся традиция Городского совета ветеранов. В эти дни 85 лет исполняется Фёдору Кирилловичу Иванову. Поздравить юбиляра пришли заместитель главы администрации города Марина Трескова и председатель Городского совета ветеранов Тамила Суворова. Аккуратнее, там не бойтесь. Аккуратнее. Понимайтесь. Понимайтесь. Аккуратнее. Держитесь за перила. В 1942 году, когда советские войска освободили от оккупантов его родную Калининскую область, Фёдор Кириллович, которому было 14 лет, попросился добровольцам в действующую армию. На фронт его, конечно, не взяли, но вольно-наёмным в прифронтовом госпитале он поработать успел. А с 1948 года живёт в Лабытнангах. Работал бригадиром грузчиков на лесобазе. Сегодня ему 85. Ветеран принимает поздравления и подарки от главы администрации города и совета ветеранов, а также пожелания активного долголетия. Мы вам искренне желаем долголетия, в добром здравии, чтобы вы были активным жителем города, чтобы не замыкались здесь, почаще выходили. В Совете ветеранов принимали как можно чаще участие. И приглашаем на все юбилейные мероприятия, которые у нас будут проходить в Лабытнангах. Томила Борисовна Суворова знает юбиляра с момента организации городского совета ветеранов в 1981 году. У ветеранов не бывает простых судеб, но Фёдору Кирилловичу, по её словам, очень повезло с семьёй. Его дочь и её муж отдают ему всё своё свободное время и силы. Конечно, нужно нашим, молодёжи нашей, и не только молодёжи, и среднему возрасту учиться вот у этих вот таких семей. Смотрите, сколько у нас сейчас брошенных, давайте скажем, стариков. Дети есть, а старики брошены, никому не нужные. Вот на примере даже вот этой семьи сейчас, давайте скажем, они всю душу влаживают в это, в папу. Мама была, мама вот сейчас не стала. И теперь всё внимание, вся забота, по-моему, вся их жизнь, вот оставшиеся вот дочи и зятя, вся вот в этом в папе. А сама Людмила Фёдоровна считает, что иначе быть не должно. Ведь именно таким отношением в семье её учил отец. Ну, во-первых, хочется пожелать ему огромного здоровья, потому что действительно для детей самое главное приходить в родительский дом. Это, по-моему, счастье, потому что у самих семьи, у самих детей уже внуки, вот дай Бог всем здоровья. Ну, скажем так, приятно, конечно, приятно и поздравлять, и поздравления получать, вот именно, в частности, мне, для папы. Анна Терёшкина, Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».